Девушки отдыхают 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 из Москвы. И эта картина не таким образом матовая, покрыта обычным акриловым лаком, потому что она очень любит прорисовывать их и оставлять такими, как есть. Вот сердце тоже флюет арт покрытия. Это жидкий акрил, это техника грязного стакана. Много красок, определенные последовательности заливаются в стакан, стакан ставится на планшет, переворачивается, и художник уже определенными движениями поливает вот такую картину. Конечно, в рамках выставки мы вообще еще обязательно используется горелка, если хочется добиться определенной дисперсии. Но в рамках выставки мы горелку не используем, но тем не менее, все равно показываем, как можно добиться эффекта. Так что вот флюид. Спасибо большое. Это флюид, это флюид. И еще одна из новых техниц, которые только пришли к нам в России, это рисование алкогольными чернилами. Вот это питерская художница Тая предоставила нам три картины, когда вот такие техники в этой технике рисуют. И я уверена, что художник рисует свои мысли. Это воздушная картина. Видите, насколько она интересная, необычная. Это совершенно новые техники рисования алкогольными чернилами. Чего? Да, да. Специальный запропиловый спирт там и специальный чернил. Специальный чернил. Вы посмотрите, на сайте там все написано. И вам там просто с помощью фена в респираторе художник на больших картинах рисует свои мысли. Либо задумку. Это может быть на черном фоне золотая дымка. Кто-то может нарисовать трубку обычную, а из трубки алкогольными чернилами идет. Вот там очень много. Кто-то рисует цветы, букет цветов. Это абстрактная живопись. Это очень интересная. Это новое направление в абстракционной живописи. Вот здесь все новые техники. Техника рисинар, техника глюид арт и техника алкогольных чернил. Спасибо вам большое. Очень интересно. Вы читаете про эти техники? Спасибо. В принципе, у нас в Ростове есть. Я лично провожу мастер-класс на северном микрорайоне. Можно будет, в принципе, к нам... Спасибо тебе этого. Спасибо. Давайте я запишу на квадро. Имя на квадро. У меня просто визитки закончились. А так как типографии были на празднике, многие у нас в принципе... Я уже распечатала обратную сторону визитки. На квадро. Только единственное, мы сейчас снимаем другое помещение. Не космонавтов 30, а космонавтов 35. Вот там, в принципе, телефон мой указан. Можете по WhatsApp со мной связаться. И указан там непосредственно Инстаграм. Если вы есть в Инстаграме, зайдите. Расписание уже будет прямо... Да, вот после выставки будет. То есть в Ростове остаюсь не поля. Нам нужны свои смоления. Если приходите, научитесь. Может, будете суперсмоления. Спасибо большое. Спасибо. Удачи вам. Вот уже я... Вот расскажу я вам непосредственно за эту картину, которую... Потому что я её создавала. И здесь при работе с картиной я закладывала сюда очень много. Эта картина называется... Желание человека должно исполниться. То есть камень, исполняющийся желание. Я делала её на таком позитиве. Я рассказываю, что здесь задумано. Вот эта поталь. Потальевая река. Она у меня задумана как река любви. Естественно, я передавала срез камня. Но вот эта линия у меня идёт река любви. Вот эта каменная крошка и зеркальная крошка, она должна у меня олицетворять добро. Вот эти кристаллы... Здесь совсем немного кристаллов, которые у меня идут. Именно горный хрусталь. А остальное, всё стеклянная крошка и зеркальная крошка, они у меня кристаллы счастья. Всё остальное у меня заливается как срез камня эпоксидной смолой. Выделяю её кое-что здесь именно всплывающим золотом. И сам этот камень, срез камня, он у меня просто обязан исполнять желание. Всех, кто к нему прикоснётся. Я предлагаю вам к нему прикоснуться и заказать желание. Ой. Так, камешка. А он стоит очень энергетичный. От него прям энергетика, ой, ваше чувствуется. У нас вся семья добро-добро. Поэтому я вот прям с такой... Ой, у меня мурашки пошли всё к телу. Ой, великолепно. Я бы некоторые картины свои, которые сделаны на таком же позитиве, я бы хотела передавать их, может быть, на влагиотворительность какие-то работы. Я все координаты ваши взяла, я обязательно с вами свяжусь. И часть работы я просто передам вам, а вы уже распорядитесь так, как может быть, аукционы у вас есть какие-то. Огромное. Мы также участвуем в выставках, точно так же. Вот сейчас мы своё вывезли что-то. Поэтому огромное вам спасибо. Что это может быть просто будет находиться где-то и украшать те места, какие надо украшать. Я постараюсь всю свою энергетику передать. Огромнейшее спасибо. И от вас, и от ваших картин действительно идёт что-то такое доброе. У нас арт-семья, и у нас все девчонки на позитиве, каждая работа. Вот эта работа, в частности, сделана именно для адресной помощи. Сделала её художница из Краснодара Ирина. Она будет идти в помощь девочке, которой нужно делать операцию. Вот тот, кто приобретёт эту картину, она там за определённые деньги, она идёт именно в адресную помощь. Вот как-то так. Все позитивные, все стараемся. Ой, огромное вам спасибо. Я прочитала «Семья», думаю, наверное, много. Мы теперь вы всё ещё и рассказали. Спасибо огромное. Так что можно со мной держать связь? Ну, в принципе, разницы нет. Мы всё равно работаем вместе. У нас ещё в семье сейчас очень большая задумка. Нас порядка 90 человек в семье сейчас. Мы организовали большой флешмоб и сделали большую заявку на Книгу рекордов Гиннеса. Каждый из участников семьи рисует картину в стиле резинар. И пересылаем всё основательнице нашей семьи Татьяне Ивановне Гог. Она будет собирать эту картину. Я лично уже отправила свои кусочки. Все-все члены семьи рисуют картину. И мы одну картину соединяем и выставляем в Книгу рекордов Гиннеса. Так что вот у нас будет ещё такой флешмоб. И потом подарим куда-нибудь в какой-нибудь питерский музей. Так как она в Питере останется. Со всех городов. Даже с мира Словения, Швейцария у нас участвует, Германия у нас участвует. То есть вот такой флешмоб мы решили организовать художниками. Удачи, удачи, просветания, вдохновения. Всего, чего можно пожелать. Спасибо вам за то, что оставили координаты. Я обязательно с вами связываюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...